Музыка Всем привет! Это программа Дополнительное время. Неделя подошла к концу. За эти 7 дней случилось огромное количество побед и поражений. И чтобы имена спортсменов и название команд не забылись, давайте вместе вспоминать самые яркие спортивные события. На старт, внимание, марш! На этой неделе стало известно, что команда Сарова заняла третье место в чемпионате мира по пилиатлону. Соревнования проходили в двух спортивных дисциплинах. Это троеборья, пулевая стрельба, силовая гимнастика и гонка на лыжероллерах. И троеборья, пулевая стрельба, силовая гимнастика и кросс. В чемпионате мира принимали участие спортсмены из государств Белоруссии, Казахстана, России, Эстонии. Ну, и Россия была представлена 15 субъектами. Наш город представляли два ветерана спорта. Татьяна Островская и Юрий Бутусов. В итоге в троеборе с кроссом на своей возрастной группе Татьяна Островская стала чемпионкой. А Юрий Бутусов бронзовым призером. А таким образом команда Сарова заняла третье место. На прошлой неделе в Сарове прошел чемпионат и первенство города по легкой атлетике. Участников собралось около 30 человек, состязались в беге на различные дистанции и в прыжках в длину с разбега. Часть участников это те, кто не пропускает ни одного спортивного состязания на территории города. Но были и новички, которые для себя решение об участии принимали в ночь перед стартами. Я отправился на соревнования и пообщался с одним из них. Станислав Сафин в прошлом долго и результативно занимался легкой атлетикой. Были разряды и спортивные достижения. Но как это обычно бывает, семья, быт, работа и различные дела 20 лет вставали препятствием между молодым человеком и любимым спортом. О своем прошлом спортивном опыте Станислав вспоминает достаточно часто. Началось все с результатов высоких на физкультуре. И после этого пошел дюзш заниматься. И со школы еще ездили на соревнования. На традиционном чемпионате города по легкой атлетике Станислав не ставит для себя недосягаемых целей. Главное для мужчины добраться до финиша без травм. Об участии в подобных соревнованиях мечтал очень давно. И в этом году все совпало как надо. Я хотел давно поучаствовать, потому что под окном стадион. И как бы всегда пропускал этот момент. В этот раз вчера увидел случайно на работе объявление и решил прийти. Бег на различной дистанции, прыжки с места. Таков набор состязаний для более чем 30 участников. Состав спортсменов, по словам организаторов, разный. Процентов на 80 это постоянные члены Федерации легкой атлетики города. Но много и новых лиц. И хотя это темные лошадки соревнований, от них все же не ждут сверхрезультатов. Интригу на соревнованиях добавили спортсмены, недавно вернувшиеся с чемпионата России. У нас сильнейшие спортсмены выступали три недели назад на чемпионате России в Москве. Там показывали хорошие результаты. Но я думаю, они должны улучшить свои результаты. Кто тренируется, готовится, то, конечно, всегда стимул есть к чему стремиться. Для участия в соревнованиях не нужно было заранее подавать заявку. Главное это желание бегать и прыгать и совершенствоваться в таком виде спорта, как легкая атлетика. Еще одним спортивным событием ушедшей недели стали массовые соревнования «Кросснации-2018». На старт вышли тысячи горожан. Детям достались дистанции от 500 метров до километра. А взрослым досталась дистанция от 2018 метров. Подробности в сюжете дарится Парыгиной. На старт! Марш! Старт второму забегу дан на дистанции ученики начальных классов. Возможно, среди этих школьников будущие чемпионы и надежды саровского спорта. А пока они часть большого ежегодного спортивного праздника «Кросснации». Во всероссийской акции наш город принимает участие в 15-й раз. Я желаю вам сегодня получить удовольствие от этого великолепного праздника. Сегодня и погода нам благоприятствует. И все, кто сегодня вышел на дорожку, все получат удовольствие. Для одних главный принцип участия в большом спортивном празднике – главное не победа, а участие. Другие же пришли на лыжную базу только за победой. На дне бега нет медалей и пьедестала почета. Главный результат для всех любителей спорта – это победа над собой и преодоление ранее поставленных рекордов. Я обогнал многих своих одноклассников. Я вообще сюда пришел, чтобы побегать. Для здоровья очень полезно. Спорт тренирует не только тело, но и дух. Уверены участники дня бега. Самые юные легкоатлеты преодолели дистанцию 500 метров. Ребята постарше пробежали 1 километр, старшеклассники – 2 километра. А военнослужащие и работники городских предприятий пробежали символическую дистанцию – 2018 метров. Несмотря на возраст и уровень физической подготовки на финише, эмоции у всех участников забега были только положительными. Это была очень долгая легкая пробежечка. Но ее легкой-то не назвать, потому что я, если честно, только второй раз бегаю. И это как бы для меня только в новинку. Бег полезен человеку. Он укрепляет иммунитет и здоровье лучше становится. И человек очень, ну как, если его кто-то догонять будет, он будет в разных соревнованиях участвовать, побеждать все время. Для всех участников кросса нации на финише работала полевая кухня, где каждый желающий мог отведать свежего горячего чая. А для юных спортсменов и их родителей педагоги центра внешкольной работы подготовили интересные игровые площадки. Очень достойные результаты показывают в последнее время шашисты из дворца детского творчества. Ребята выигрывают на всероссийском уровне и недавно отличились, выступив на мировом. Со спортсменами встречалась Мария Рунич. Построить тактические ходы и просчитать все шаги соперника наперед. Такую цель ставил перед собой участник мирового первенства по шашкам Михаил Камчатный. Мальчик занимается всего полтора года, но уже неоднократно становился победителем городских турниров. А также был призером областных и всероссийских соревнований. А теперь еще одно достижение. Диплом за пятое место в мировом турнире. Было очень сложно играть. И у некоторых ребят были нестандартные ходы. Мне очень нравится играть в турнирах. Особенно там иногда бывают интересные партии. И я в следующий раз приеду и займу первое место. Побороться за призовые места приехали ребята со всего мира. Из Индии, Франции, Казахстана, Эстонии и других стран. На соревновании Михаил Камчатный ездил вместе со своим другом и товарищем по шашкам Михаилом Ковалевым, который на этом же турнире занял четвертое место. Наставник мальчиков Олег Васенькин уверен, такие поездки только начало. Впереди юных спортсменов ждет большое будущее. Они показывают очень хороший результат. И самое главное, они занимаются с большим желанием и с большим удовольствием. И мне это доставляет самому большое удовольствие заниматься с такими замечательными детьми. Уже сегодня мальчики готовятся к очередному турниру, который пройдет в октябре в Дзержинске. На этой неделе у Саровской ледовой дружины было сразу две домашних игры в регулярном чемпионате ВХЛ. С командой Скани ВА наши ребята совладали. Соперник с первых минут перешел к решительным действиям. Гости сумели подобрать ключи к Саровским воротам уже в первом стартовом отрезке матча. После перерыва хозяева площадки перехватили инициативу и сравняли цифры на табло. Однако выявить сильнейшего не помог даже овертайм. Победители определяли булиты, где успех сопутствовал команде Игоря Веркина. Их сход поединка 2-1. А вот Скананда, Динамо, также и Санкт-Петербурга подопечные Игоря Веркина сладить не смогли. Первая домашняя встреча обернулась полным разгромом ХК Саров. Первая домашняя игра ХК Саров против питерского Динамо к разочарованию болельщиков закончилась полным разгромом нашей команды. Итоговый счет на табло 0-5 в пользу хоккеистов с берегов Невы. Обидный первый гол и попытки отыграться во втором и третьем периодах успехом не увенчались. Ну мы знали, с кем встречаемся, что и готовились именно к такой игре. Но своими руками-то нельзя же привозить голы и давать фору сопернику такого класса. Обидные поражения на своем поле всегда деморализуют команду. По словам хоккеистов питерской команды, в Сарове очень активные болельщики. Всегда своих поддерживают и на гостей это оказывает большое психологическое влияние. Здесь тяжело играть, болельщики такие шумные. Вот, шестой игрок, грубо говоря, Саровский. Поэтому первый период чуть втянулись и хорошо начали реализовать свои моменты. К концу второго периода разрыв в счете был неутешительный. 0-3 Саров в роли догоняющего. Третий игровой отрезок стал самым напряженным для обеих команд. Силовая борьба у бортов, запрещенные приемы, травмы и удаление. Еще один гол на 44-й минуте матча. И через 10 минут над воротами нашей команды снова загорается сигнал. В принципе, я доволен результатом, доволен, как сегодня команда работала. Именно как команда, все вместе, они сегодня неплохо отыграли. Мы все двигаемся дальше, едем в следующий город. Проигрыш действующему чемпиону лиги на своем поле – вещь хоть и неприятная, но дающая возможность сделать необходимые выводы как игрокам, так и тренерскому штабу нашей ледовой дружины. Сезон ВХЛ только стартовал, а значит у ХК Саров есть еще все возможности побороться за выход в плей-офф и призовые места. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. 23 сентября в 20 часов в Ледовом дворце состоится открытие сезона массового катания. Со следующей недели массовые катания станут организовываться по субботам и воскресеньям с 20 часов до 21.30. 22 сентября в 14 часов на стадионе Икар футбольный матч чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги ФК Саров принимает Дюшник из Нижнего Новгорода. Приходите поддержать наших футболистов. 22 сентября в 17 часов в Ледовом дворце пройдет домашняя игра ХК Саров против команды Югра. Соперник сильный, но вместе мы сможем победить. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!